Владислав Герчиков Владислав Герчиков Владислав Герчиков Я исполнительный директор проекта БИД В данный момент БИД это эстонско-малайзийский проект Который работает над созданием такого прорыва, технологического прорыва для образования Сейчас мы видим ситуацию, когда многие бизнесы во многих индустриях Проходят фазу имплементации большого количества IT-решений Образование, к сожалению, в этом плане значительно менее структурировано И мы хотим этот гэп восполнить, создав наш продукт Что дает нам право делиться перед аудиторией видением и своими мнениями о трендах Это то, что сейчас в данный момент наш проект уже довольно признан Мы являемся членами финского акселератора Мы являемся членами организации Smart Africa Мы победители азиатского этапа конкурса Это Reimagine Education Award И наш продукт прошел сертификацию по стандартам финских технологий в образовании COCOA Итак, какие тренды мы видим? Во-первых, абсолютно сформировавшимся трендом является то, что планшет и смартфон Станут основными инструментами, использующимися как учителям, так и учащимся в процессе обучения Вторая тенденция, которая абсолютно четко вырисовывается, это мобильное обучение Мобильное обучение подразумевает под собой использование мобильных устройств В интеракции между различными компонентами данной системы Потому что любая образовательная система состоит из нескольких компонентов Которые включают, как говорил предыдущий оратор, и learning, и много-много-много различных блоков И вот интеракция между всем этим будет происходить с помощью мобильного устройства Которое находится в кармане каждого учителя или каждого ученика Дальше трендом в образовании является трансформация среды и развитие образовательного туризма В образовании, которое сейчас мы строим Среда, городская, урбанистическая среда Она будет очень сильно видоизменяться И эта инфраструктура будет использоваться и для цели образования Об этом я ему скажу попозже Вовлеченность учащихся и доступность к качественному образованию будет расти По большому счету целью всех образовательных проектов Это сокращение гэпа между регионами, странами И уменьшение количества людей, которым качественное образование недоступно И абсолютно логичным трендом в данный момент является рост престижности профессии педагога Так же, как это было примерно 100 лет назад Итак, планшет и смартфон станут основными инструментами образовательного процесса Уже сейчас функционал смартфонов и планшетов позволяет решать самые специфические задачи Которые стоят в процессе обучения И абсолютно нетрудно представить, что функционал этот будет расти И задачи, которые стоят перед образованием, они будут решаться именно с помощью планшета и смартфона В данный момент можно уже с довольно большой долей уверенности говорить о том, что планшеты и смартфоны доступны почти всем Причем эта тенденция особенно выражена в развивающихся странах Где стоимость смартфонов значительно ниже, чем, скажем, в Европе И доступны за счет каких-то там ноунейм брендов, которые в принципе поддерживают Android и в общем решают все эти задачи Большинство продуктов уже имеют мобильные версии И образовательные продукты и проекты тоже все обзаведутся этими версиями адаптивными И вот эта тенденция mobile first, она будет сейчас рулить в ближайшее время в процессе создания продуктов для образования Особенно эта тенденция выражена в Азии и Африке Где использование мобильных версий продуктов в разы превышает некие дестопные версии или веб-версии Расходы на hardware, обеспечение классов железом и учебного процесса железом Они значительно менее эффективны, чем создание более качественной продуктовой инфраструктуры Потому что покупка компьютеров на бюджетные средства, на средства международных организаций Является, наверное, не самым умным вложением Если мы все принимаем и видим очевидность факта, что у всех есть те самые планшеты и смартфоны Которые в общем решают уже эти задачи Мобильное обучение Мобильное обучение это процесс, связанный с более активным использованием мобильных устройств В данный момент недавно вышел такой труд по педагогике инновационной Он называется Teachers as designers for learning environments Так вот, данное издание, оно упоминает тренды в методиках преподавания В частности, это смешанное обучение, практико-ориентированное обучение, гемификация процессов и школы STEM То есть это основные четыре направления, по которые пойдет методика именно преподавания И мы в проекте BIT, мы как раз создаем продукт, который может гибко реагировать на изменения вот этой конъюнктуры И наша гипотеза выстраивается на том, что процесс проще, быстрее, процесс вот этих внедрения методик преподавания Проще и быстрее сделать с помощью мобильных устройств как на стороне учителя, так и ученика Системный подход и вовлеченность учащихся достигается тем, что нынешнему поколению значительно интереснее учиться, используя гаджеты Мобильные устройства идеальны для процесса геймификации Потому что процесс геймификации это шеринг в социальных сетях Это возможность похвастаться, возможность сравнить свои результаты с другими учениками И это добавляет такого драйва в учебный процесс Использование мобильных, мобильное обучение, оно действительно очень гибко и масштабируемо Оно не привязано к какому-то хардвору и зачастую значительно более адаптивно даже с учетом определенных преференций конкретного пользователя Трансформация среды и развитие образовательного туризма О, это моя самая любимая часть Это то, что так любят муниципалитеты, локальные власти и так далее Это стык, скажем так, министерства образования в виде и министерства туризма Когда у них появляются общие цели И из-за этого дело проникновения инновационного обучения может происходить даже быстрее Во-первых, это умное использование инфраструктуры городов Поверьте, в каждом городе, практически в каждом городе Есть довольно много объектов, которые могут использоваться для того, чтобы участвовать в процессе обучения студентов или учеников Это обычная пекарня или стеклозавод может дать значительно более интересную пищу для размышлений о том, как все происходит То есть таких объектов много И умные города будут, конечно же, адаптировать свою инфраструктуру с учетом этой потребности А рынок образования очень сильно растет Обучение, таким образом, выходит за пределы, оно выплескивается за пределы физических границ школ и университетов Также это предполагает ситуацию, при которой лучшие, наиболее квалифицированные и наиболее профессиональные кадры и представители общества могут участвовать в образовательном процессе Для них этот порог вхождения становится значительно ниже То есть это уже деятельность не просто учителей и педагогов, но и тех людей, которыми есть чем поделиться Туризм Туризм для получения знаний и навыков Этот тренд абсолютно уже оформился в Азии Ученики частных школ много путешествуют в формате выездов классом И они многое узнают на месте по истории, по географии Это происходит в виде выездов далеко в соседние страны, в соседние города Но это также может происходить путем посещения вот тех самых объектов инфраструктуры Которыми могут быть просто ботанические сады, зоопарки и так далее И наличие контента адаптированного должно помогать школе или конкретному учителю в организации процесса такого обучения Да, и умное образование Фактически мы говорим о том, что образование должно стать значительно более эффективным Оно должно значительно более бережно относиться к идее использования такого ограниченного ресурса, как время учащегося Задислав, у нас уже желтый свет загорел уже Все, я тогда практически перескакиваю Простижность профессии педагога Это сейчас очень актуально звучит Это действительно актуально, туда должны приходить лучшие Эта среда должна привлекать таланты И сейчас условия для этого должны создаваться теми продуктами, которые создаются в части бит Это позиционируют как основной своей целью Там должна быть креативная и конкурентная среда Так вот, в виде некого рэп-апа я хотел бы сказать про то, что Какой импакт будет вот это вот все тренды, про которые я говорил Оказывать на бизнес в частности и государство Начну с бизнеса Во-первых, бизнес сможет... Мы говорим про small and medium enterprises в большей степени Так вот, они будут иметь возможность предоставлять свою инфраструктуру В аренду это туристические автобусы, пекарня, осуществляющая какой-то курс обучения и так далее Частный бизнес, который обслуживает туризм Конечно же, он будет выгодоприобретателем от этой ситуации Будет создаваться более активно сервисы и контент Будет развиваться e-commerce и бизнес будет иметь доступ к полу талантов А вот государство получит абсолютно транспарентную и актуальную информацию о том, что происходит в образовании Оно получит контроль, общественный контроль над тем, как это все происходит Это, очевидно, приведет к значительно более оптимальному расходованию бюджетных средств И сокращению качественного разрыва между различными регионами Также, что, наверное, очень актуально для Украины Создав подобный контент-методики Украина значительно сможет более активно вовлекать в свой круг, в свою сферу влияния Те диаспоры, которые у нее существуют за границей Владислав, если мы перешли к Украине, хотелось бы задать вам несколько вопросов Спасибо вам за интересный доклад Вы представляете компанию Bamboo Group, которая занимается маркетингом и монетизацией Я думаю, что вы исследовали рынок, прежде чем заняться образовательным проектом Потому что количество образовательных проектов растет При этом образование в классическом виде меняется очень медленно Как вы объясните этот парадокс? И какой рынок образования сейчас, если вы оценивали в Украине, если нет, то в Эстонии? Вы знаете, я, во-первых, не очень согласен с постановкой вопроса О том, что образование медленно трансформируется Все-таки в последние годы, наверное, это самая быстро трансформируемая отрасль человеческой деятельности Скорее, альтернативное образование? Нет, вы знаете, влияние вот этих методик, оно довольно высоко уже на умы преподавания И уже подходы меняются Мы, конечно, не будем говорить про то, что все уже хорошо Нет, ни в коем случае Но, во-первых, подходят значительно большее количество хороших продуктов Которые решают проблемы учителей Во-вторых, там действительно в этой отрасли Willingness to pay То есть желание или готовность платить Она довольно высока Потому что подобные расходы воспринимаются человеком или родителями как инвестиция Соответственно, это создает там сейчас значительно больший рынок Плюс, есть огромная разница в том, как это происходит в Европе Где никто не платит и всем должны предоставить образование бесплатно И тем, как это происходит в Африке или в Азии Где огромное количество, большая доля частных школ Где родители понимают, что, простите, они могут рассчитывать только на то За что они могут организовать для своего ребенка сами Соответственно, денег там много, их становится там еще больше И продукты туда подходят И мне кажется, что не стоит быть пессимистичным на этот счет В течение нескольких лет мы уже практически во всех странах Будем ощущать на себе вот эти тренды, о которых я сегодня рассказывал Я так понимаю, что аудитория вызвала отклик наша тема А первая тема или первая часть панели посвящена образованию Я хотела бы задать вопрос Кто связан с образованием? Поднимите, пожалуйста, руку Ну я думаю, что на самом деле с образованием связаны все Потому что когда-нибудь вы его получали И у вас есть дети, которые его получают сейчас Поэтому эта тема вызывает отклик и интерес Нас живо интересует, как оно будет меняться И как оно будет откликаться на IT-технологии И вот в связи с этим я хочу передать, во-первых, слово Представьтесь, пожалуйста, вы уже второй раз задаете вопрос Игорь Попенков, журналист Действительно актуальнейшая и практически бесконечная тема Значит, два коротких вопроса Эстонско-малайзийский проект Какая часть в нем эстонская, какая малайзийская И второе образование Вы предполагаете, рассматриваете на уровне информирования То есть дается информация, как спросил Гугла Или же все-таки обучение мышлению? Спасибо По первой части вопроса сразу скажу, что это абсолютно Эстонско-малайзийский проект, где команды распределены между Европой и Азией Где команды и разработки продукта есть и там, и там И бизнес-девелопмент команды есть и там, и там Таким образом мы охватываем значительно большее количество рынков И можем работать значительно более быстрее вместе Плюс в Азии накоплен огромный опыт по experiential learning Это вот про то, что я говорил, когда это связано с посещениями Таким активным обучением learning by doing Азия здесь впереди И скажем так, что все-таки вот Майкл, фотография которого там была Он является визионером с... Это группа, которой принадлежат частные школы в Малайзии То есть это постоянно внедряется, тестируется, улучшается И это происходит постоянно, мы не находимся из-за этого в отрыве от индустрии И второй вопрос, и вторая часть Сеители создавать Здесь мы все-таки говорим про экосистему Мы помогаем организовать процесс эффективно и интересно И мы думаем, что мы станем самым лучшим продуктом в мире Который будет решать проблему образования Причем он будет гибко настраиваем И для интернешного бакалавриата И для средней школы в Киеве Вы все время в своем докладе повторяли два слова Смартфон и планшет В этой связи у меня вопрос Умный человек Это человек, который на короткую ногу Со смартфоном или планшетом Или который хоть раз держал в руках книгу А вы знаете, во-первых, другого не исключает И мне кажется, что умный человек должен идти в ногу Во-первых, со временем Но мы должны все прекрасно понимать Что эффективное использование ограниченных ресурсов Природных ресурсов, временных ресурсов Это и есть умный подход умного человека И, соответственно, если книга тяжела для того Чтобы ее взять с собой И чтение происходит с планшета То ничего плохого в этом нет Или если я, делая какие-то определенные практические вещи Могу научиться большему, чем прочитав за это время книгу Потому что выбор источников тоже очень зависит То это неплохо Это неплохо Здесь важно, чтобы образование пришло Так же, как и IT-индустрия в результате От процесс-дривен к результат-дривен подходу И вот должен быть результат Конечный и измеримый Это то, чего сейчас в образовании не хватает Я прошу прощения Все-таки еще вопрос Мы тут с Артемом наблюдали интересную фразу В вашем докладе Умные, она меня немножко покоробила Умные становятся учителями То есть до этого момента Это фраза на грани фола То есть я так понимаю, что Нет, я на самом деле очень хорошо понимаю, о чем вы говорите Потому что мало учителей сейчас Настолько круто обращаются со смартфоном и планшетами Как это делают дети Поэтому они перестают им быть интересны Это первое Но как обезопасить ребенка От того, чтобы он рос на планшетах и смартфонах И в руках не держал книгу Потому что вы взрослый человек, вы наверняка читали много книг А вот дети Потому что я вожу ребенка в частную школу Она прогрессивная школа Но у нас заставляют смартфоны Закрывать все на ключ при входе в школу И ребенку разрешено пользоваться только электронной книгой Которая не имеет выхода в интернет Как с этим быть? Данная полемика идет во многих странах И очень здорово, когда родители против использования планшета Но при этом не контролируют время на игры Использование планшета для образовательных целей Они против того, чтобы это было в школе Но при этом, когда ребенок находится дома Никто не контролирует, что он делает в своей комнате И то есть это не совсем эффективный подход Нужно признать как данность Что такие вещи, как планшет, да, не существуют И не могут активно использоваться для образования И как раз выстраивание вот этого вот Планшета это плохо, потому что это игры А вот образование оно святое И поэтому оно должно быть без выхода в интернет Это даже звучит не очень убедительно Можно я вступлю, Владислав? Я тут с вами хочу согласиться Потому что как раз, может быть, недели три назад Было совершенно замечательное Оксфордское исследование Я не знаю, видели вы его или нет Я как раз про него сейчас и говорил в основном Ну все, тогда я расскажу тем, кто не знает Значит, было замечательное Оксфордское исследование Которое показало, что наша с вами боязнь того Что дети проводят все время вот так вот Миф в той же степени, в которой раньше мы все боялись Что там, я не знаю, много соли нас непременно убьет А еще до этого мы боялись, что если мы будем есть Плохо сваренные яйца, то нам всем наступит полная сальмонелла Какое-то время назад действительно вышло вот это Оксфордское исследование Они смотрели на очень долгом плече Как развиваются дети, обучающиеся вот так вот И обучающиеся с помощью книги И никакой особенной разницы не увидели Спасибо Да, конечно Я могу сказать про локальный рынок Потому что мы работаем в Беларуси И работаем только пока для этого рынка По нашим данным 72% родителей, которые были опрошены Они были категорически против использования вообще какой-либо техники В образовательном процессе Но при этом и у их детей, у них самих, у родителей У администрации школ, у всех есть планшеты и смартфоны Все давно уже в порядке Но используют они это не очень хорошо И вот это диссонанс И вот эта тема книга или планшет Это не или, а и Потому что там та же технология дополненной реальности Когда вот у нас в Беларуси появляются уже учебники Когда ты берешь, наводишь смартфон или планшет на картинку в учебнике Она оживает, раскрывает там физический или химический процесс Это вовлекает, это вызывает эмоциональный отклик Это хорошо влияет на запоминаемость и понимание материала И это интересно, потому что это интерактив какой-то Большинство книг другие И дело в том, что это вызывает клиповость поколения Они привыкли смотреть клипы Они не успевают войти, вникнуть в суть Понимаете? А книги они несут более глубокие знания Смотрите, в моем детстве было три телевизионных канала Три А сейчас у нас больше ста Это только телевидение, я не беру вообще огромный пласт интернета То есть огромное количество контента Такого увлекающего, игрового, познавательного и так далее Сваливается на маленький мозг человека И ему, учебному контенту, надо как-то с этим конкурировать Не в состоянии По сути, учебник конкурент всего мира По этому учебнику надо меняться Ольга, можно тоже маленькую буквально ремарочку Сейчас у нас есть вопрос, может быть мы сначала дадим возможность Да нет Это не вопрос, как таки, но это то, про что нужно подумать Вы сказали, как оно в Швейцарии, как приклад в Цюриху Мисцевый уряд Цюриху проинвестировал в планшеты для всех школьных кимнат и школьных классов Нам треба враховувати, что не введением электронного навчания Вчитель не может отказаться от ответственности Вчитель має бути спроможен використовувати це обладнання разом И с навчальным материалом, и не залежати від него Чтобы воно не заміняло вчителя И это, чего я особисто найбільше боюсь с технологиями Маємо бути певними, что мы научим спочатку вчителев Как это стосовывать, прежде чем мы введем продукты Продукты чудови, все чудово Мы тут думаем, что дети, они как идеальные зерна, но нужно подготовить для них хорошие гурт Большинство проблем и викликов остаются с боку вчителев И чтобы они были релевантны, мы с вами полностью погодны Наши вчители не готовы до змін, зазвичай Ну не наше, это очень консервативное средовище Я знаю эту информацию хорошо изнутри, потому что я нахожусь в структуре университетского образования И когда мы не имеем даже доступа к тому, чтобы показать презентацию нормально в учебном процессе Ну как бы о чем можно дальше говорить Все, я позволю себе остановить эту дискуссию Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо И